Головной убор не только защищает от непогоды, он и показатель достатка, и даже средства от сглаза. По крайней мере, украинцы несколько столетий назад наделили его и такими функциями. В Киевском музее Ивана Гончара демонстрируют, как замужние украинки покрывали голову. Ведь появиться на людях с косой или даже показать волосы было нельзя. «Девушка, которая светит своими волосами, она может их носить заплетенными в косу или совсем распущенными, таким образом сигнализирует вокруг парням, что она свободна и хочет подыскать себе пару. Женщина, у которой уже есть пара, понятно, что не должна об этом сигнализировать». Шерстяной платок на голове могли позволить себе носить только состоятельные дамы. Надевали его на так называемый очипок – шапочку, которая скрывала волосы. Студентка Даша уже обдумывает, как часть старинного костюма сочетать с сегодняшними нарядами. «Я видела, что публика мне аплодировала, и я думаю, мне очень хорошо в таком головном уборе. Я очень довольна и думаю, нужно что-то такое придумать и в повседневной жизни так ходить». Такие ушки на косынке оберег. Синие ленты в косы вплетали сироты. Красным же цветом украшали голову невесты. Елена Скрипка сегодня демонстрирует еще один подвенечный головной убор. «На основу нашито много бисерных лент с разным орнаментом. А с другой стороны донышко украшено цветочками и плюс ленты. Этнографы уверяют, можно и сегодняшние головные уборы стилизовать поднародные. А чипком послужит самая простая шапочка или бандана. А на нее уже можно надеть любимый платок. NTD. Киев. Украина. Каин Lauren. Каин Lauren. Каин Lauren. Каин Lauren. Продолжение следует...